Добрый день уважаемые огородники и садоводы рада вас приветствовать на своем канале Светлана обо всем сегодня я опять буду обрабатывать свои томаты очередной чудо смесью от грибковых заболеваний от вредителей а также этот раствор является очень хорошей подкормкой для наших растений улучшится завязываемость плодов а значит урожайность увеличится сейчас начало июля и погода очень переменчиво неделю назад у нас было плюс 36 в тени сейчас плюс 21 и неделю уже идут дожди и это дождливая и прохладная погода после такой жары благоприятно влияет на развитие грибковых заболеваний особенно на томатах и на огурцах ссылочка на рецепты какими я обрабатывала огурцы и томаты будет внизу под этим видео это фтора это грибковое заболевание которое поражает и стволы и листья и плоды томатов поэтому надо обязательно обрабатывать томаты огурцы и баклажаны когда еще нет признаков заболевания установлено что медь очень важный элемент для всех растений которые нельзя заменить никаким другим элементом у томатов которые получают недостаточное количество солей меди слабо развита корневая система закрученные листья и они имеют темноватую зеленую окраску под действием иона меди томаты устойчивы к неблагоприятным погодным условиям а также грибковым заболеваниям поэтому медь можно использовать для профилактики и борьбы с фитофторы можно под каждый кустик положить пластинку или кусочек медной проволоки тогда при поливе почва будет обогащаться ионами меди это будет хорошей медной подкормкой для томатов можно просто взять кусочек медной проволоки и проткнуть стебель томата самом низу насквозь и так проволоку и оставить при движении соков внутри стебля ионы меди разносятся по всем отделам куста и томаты стают более устойчивые к фитофторе лучше всего эту процедуру проводить когда кустики еще молоденькие и только начинает цвести на сантиметров четыре пять от земли если кусты такие взрослые то сантиметров десять от земли также для профилактики надо обрабатывать томаты до вегетации бордовской смесью или слорокисью меди и сейчас я буду делать раствор с добавкой сульфата меди который защитит наше растение помидоры и огурцы от грибковых заболеваний состав моего раствора входит борная кислота борной кислотой можно обрабатывать всего три раза я буду ею обрабатывать последний раз третий борная кислота улучшает завязываемость плодов соцветия не будут жалтеть засыхать и отпадать а значит урожайность томатов повысится следующий ингредиент это зеленка зеленка является антисептика состав зеленки входит медь и много других микроэлементов полезных для наших растений зеленка борется с такими заболеваниями как фитофтороз мучнистая роса корневая и прикорневая гниль а также бактериальный рак следующая добавка мою смесь это марганцовка состав марганцовки входит калий и магний кроме того что марганцовка прекрасно борется с различными грибковыми заболеваниями она является еще подкормкой для наших томатов если вы не можете достать марганцовки можно заменить ее сульфатом марганца он является хорошей подкормкой для увеличения урожая и повышение качества плодов еще я добавлю свой раствор это нашатырный спирт нашатырный спирт это легкая форма азота которая легко усваивается растениями нашатырный спирт имеет резкий запах а насекомые очень долгое время ощущают этот запах на листьях наших растений поэтому нашатырный спирт еще отлично защищает растения от мелких вредителей и последний элемент это медный купорос томаты получат не корневую подкормку сульфата меди и плюс медный купорос также отлично борется с грибковыми заболеваниями медного купороса надо всего лишь один грамм на 10 литров воды это получается меньше половины чайной ложечки можно дозировку медного купороса измерить обыкновенным шприцом я обрезала носик шприца получилось отверстие и один кубик должен равняться одному грамму высыпаем чайную ложечку и проверим сколько это будет сейчас поправлю и так и получается меньше чем пол чайной ложки если у вас есть весы тогда лучше в 200 первым я буду растворять борную кислоту это 2 грамма то есть пол чайной ложечки на 10 литров воды растворять борную кислоту надо только в горячей воде градусов 45 50 иначе борная кислота очень плохо растворяется теперь в этой же баночке растворяем 1 грамм медного купороса перемешиваем до полного растворения в эту же баночку добавляем 30 капель зеленки получается не полная чайная ложечка выливаем в баночку и все хорошо перемешиваем полученный раствор вливаем ведро 10 литрами воды марганца надо на кончике чайной ложки растворяем марганец я также в отдельной баночке с водой хорошо перемешиваю и вливаю ведро с раствором теперь осталось добавить на шатырный спирт 3 столовые ложки на шатырный спирт всегда вливаем самую последнюю очередь потому что он очень быстро испаряется еще я добавлю одну столовую ложку дегтярного мыла дегтярное мыло здесь является прилипателем тем более оно имеет неприятный запах который тоже отпугивает вредных насекомых теперь чудо смесь готова и от болезней и от вредителей и как подкормка выливаю бак и еду опрыскивать перед опрыскиванием надо собрать все овощи помидоры огурцы которые уже готовы к употреблению потому что срок ожидания этого раствора 5 дней опрыскивая свои растения всегда только вечером или пасмурную погоду обязательно с нижней части листа и сверху листа а также почву под кустами давать таким раствором можно три раза через каждые 10 дней если бурной кислотой вы уже раньше обрабатывали то ее можно исключить из этого состава такое опрыскивание пагубно влияет на различные грибковые заболевания а также подкармливает растения а значит срок плодоношения увеличится чтобы растения были более крепкие и более выносливые их надо подкармливать еще под корень раствором золы куриным пометом зеленым удобрением кровяком гуматами этим раствором можно обрабатывать и огурцы и помидоры и любые растения которые растут у вас на огороде кому информация моя была интересна ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем хороших урожай